Всем добрый день! Сегодня будет долгожданная тема от Ивана Павловича Невмывакина с подробнейшим анализом, со всеми показаниями и противопоказаниями. Просто сюжет на самом деле очень интересный, редко хвалю, тут сам не удержался, пока этот клип монтируется, находясь на даче, я уже параллельно затопил баню. Воздействие бани на организм. Это тема сюжета. Поддай порог, долезь на полог. В бане помыться, что заново родиться. Помыл грешное тело, сделал великое дело. Который день паришься, не старишься. Правда ли это? Оказалось, что да. Как благотворно действует банный жар. Поры открываются, кожа очищается, начинает дышать и молодеть. Сосуды становятся тренированными, гибкими и эластичными. Сердце бьется, словно пламенный мотор. Косточки прогреваются, спина выпрямляется. В бане сгоняют лишний вес, избавляются от шлаков, лечат простуду, радикулит и прочие хвори. В бане не просто смываешь грязь, а сбрасываешь груз забот. Сладко поспишь после банки и вдруг утром придет простое решение, казалось бы, самых трудных проблем. Этому есть очень разумное объяснение. Во время прогревания в парной усиливается мозговое кровообращение, подпитывая подкорку кислородом и активируя тем самым мыслительный процесс. Начнем с кожи. Кожа. Немногие знают, что кожа и подкожная клетчатка – самый большой орган человеческого тела. Его общая масса достигает 1,5 части массы тела, площадь от 1,5 до 2 квадратных метров. Кожа, нервы и вещества мозга развиваются из одного зародышевого листка. Вот почему в коже так много различных рецепторов – холодовых, тепловых, болевых, тактильных, баррорецепторов и других. Здесь же и выделительная система в виде потовых и сальных желез. Кожа – это дыхание и кровообращение, где находится четверть всех сосудов, что составляет по некоторым данным около 100 тысяч километров. Замечено, кстати, уже к 25 годам просвет капилляров уменьшается в два раза. А от него зависит подвоз необходимых для жизни клеток веществ и отвоз отработанных продуктов. В норме кожа имеет кислую реакцию, куда входит секрет сальных, потовых желез, лизоцим, жирные кислоты и другие вещества, благодаря которым она обезвреживает и уничтожает многие микробы. Кожа, благодаря своему строению, роговой силой, соединительная ткань, подкорная и жировая клетчатка, достаточно упруга, эластична и способна оказывать значительное сопротивление механическим давлениям, ушибам. Кожа задерживает небезопасные для организма инфракрасные лучи, а часть ультрафиолетовых лучей в определенном спектре проникает внутрь. Стимулирую выработку в коже пигмента меланина, играющего определенную роль в обмене веществ. Кожа и подкожная клетчатка – это лимфатическая система. Наша канализация, от состояния которой зависит механическая и бактериостатическая защитно-иммунная система организма. Кожа – это биологически активные точки, через которые воспринимается и передается информация, связывающая нас с единым информационным полем Вселенной. Напоминаем, что часто использовать мыло, шампуни вредно. Дело в том, что кожа на своей поверхности имеет слабокислую реакцию, которая сама по себе способна уничтожать ряд микробов. А вместе с выделяемым через кожу секретом – жиром является довольно мощным защитным барьером для проникновения паразитов внутрь. Если же вы используете мыло, шампуни, а это щелочи, то кожные покровы на несколько часов становятся беззащитными, так сказать, голенькими. Всасывающая и проникающая способность кожи увеличивается в 8-10 раз, в том числе и консервантов различного рода, находящихся в шампунях, мылах, что всего-навсего приводит к дополнительной химизации, зашлакованности организма. Известно, что привнося цивилизацию Чукчам и Венкам и другим народам Севера, их стали приучать к мытью в бане, купанию. И что произошло? Представители этих народностей стали больше болеть и умирать. Их организм адаптировался к условиям холодного климата, и кожная поверхность стала своего рода мощным защитным механизмом, предохраняющим от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Что делать? Используйте только детское мыло, и реже мыло, и шампуни. Здесь имеется в виду не мытье рук, а всего тела. Для чего достаточно обливаться контрастной водой. Теплой, потом горячей, или прохладной, потом холодной. Утром и вечером. С использованием кремов растительного происхождения. Эти простые рекомендации избавят вас от многих проблем, связанных с кожей. Как видим, кожа – орган, решающий многие проблемы, главной из которых – поддержание постоянства температуры тела, независимо от внешней среды. И как же безобразно мы к нему относимся? Если глаза являются зеркалом души, то кожа – это зеркало здоровья. Один из основных его показателей. В частности, при преимуществе мясном питании тела, особенно ноги, неприятно пахнут. Крахмалистая пища с большим количеством сахара и жиров в основном является причиной появления прыщей, угрей и фурункулов. Зашлакованность организма в результате плохой работы желудочно-кишечного тракта способствует, как вы уже знаете, гнилостным и бродильным процессам и самоотравлению, что приводит к неприятному запаху изо рта, запаху пота, различные кожные образования, бородавки, родинки, папилломы, экземы, псориаз и тому подобное. Это сигналы тела о внутренней грязи, которая ищет выхода в различных проявлениях. Если под микроскопом посмотреть на любой участок нашей кожи, то можно увидеть, что у большинства из нас кожа сухая, бледная, с желтым оттенком, как чешуей, покрытая корочками умерших клеток, под которыми гнездятся разнообразные микробы. У каждого второго внешне здорового человека под микроскопом можно разглядеть не только неотмытую грязь, но и клещей, сапрофитов, которых невозможно разглядеть невооруженным глазом. Освободиться от старой кожи можно только в бане. Душ и ванна для этих целей, к сожалению, не подойдут. Ометвершие чешуйки рогового слоя крепко спаяны потом и подкожным жиром. Они образуют плотную корку, которая торгается только под воздействием животворного банного жара. Более того, совершенно недопустимо принимать ванну, заранее не помывшись под душем, так как под воздействием горячей воды грязь разжижается и проникает в более глубокие кожные слои, что является причиной дерматозов, прочих кожных воспалений и прыщей. Кожа – наш самый большой орган. Возможно, некоторые сочтут это утверждение голословным, но тем не менее это именно так. Мы в большинстве своем считаем, что есть и более важные органы – сердце, например, или печень, а вот кожа – полтора квадратных метра живой, гибкой и упругой ткани. 20% общего веса человека – самый большой наш орган. Кожа – своеобразная естественная рубашка, исключительно прочная и долговечная. Передний край человеческого организма. Она непосредственно вступает в контакт с окружающей средой, защищает наши сосуды, нервы, железы, внутренние органы от холода, от перегрева, от повреждений и опасных микробов. Кожа содержит так называемый лизоцим, губительный для многих вредных бактерий. Кожа дышит, помогает легким, помогает почкам. С ее помощью мы освобождаемся от шлаков, от излишней воды. Чистая, ухоженная кожа, как стойкий солдат, противодействует непрерывному натиску врагов человека. Заражение через кожу возможно лишь при ее загрязнении. Исследования ученых показали, что микроорганизмы, попадая на кожу, чисто вымыть рук, быстро погибают. Но поскольку площадь кожи так велика, то как ни старайся, а контакта с окружающей средой избежать невозможно. Грязнуля собственноручно душит свою кожу, ее живую силу. Кожа теряет упругость, становится беззащитной. И тогда разгул микробов. Болезнь штурмует человеческий организм. Воспаление, нагноение. Они чаще всего вызываются стафилококками. Действие банного пара на кожу. Существует несколько видов кожной чувствительности. Она по-разному откликается на тепло, холод, прикосновение, давление и т.д. В бане кожа испытывает самые различные воздействия. Жар, смену температур, смачивание водой, похлёстывание веником, растирание мочалкой. Она краснеет, наливаясь кровью. Передаёт импульсы в нервный центр. Регулирует температуру тела. Выделяя через поры пот. Проводит в организм полезные вещества. И выводит вредные. А потрудившись во славу нашего организма, сама приобретает эластичность, упругость, здоровый цвет. Под действием жара в парилке она освобождается. А сгущивающих клеток становится гладкой. Банная процедура особенно полезна для ухода за кожей. Под влиянием горячего воздуха, похлёстывание веником, поры в коже расширяются. Потом под воздействием холодной воды резко сужаются. Происходит эффективная гимнастика кожи и сосудов. И вялая, уставшая защитница нашего организма расправляется, приобретая тонус, молодеет. Важную роль играет уход за кожей. В коже находятся потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. Именно они и активизируются при воздействии воды, жара и т.д. Кожа содержит многочисленные чувствительные нервные окончания. Благодаря им мы ощущаем боль, давление, тепло и холод. Подкожный жировой слой является плохим проводником тепла. Он предохраняет тело от переохлаждения. Это следует учитывать любителям контрастных процедур. Нередко после жаркой парной компания друзей бросается в ледяную воду и сидит в ней дольше, чем положено. При этом никто не учитывает, что у одного любителя таких ощущений Толщина подкожной клетчатки от 3 до 5 см, а у другого полсантиметра или 1 см. Ясно, что первый из них только освежится, а второй покроется мурашками и рискует получить простудное заболевание. Кожа является средством защиты организма от окружающих условий И как таковая играет важную роль в передаче внешних раздражений А также как средство поддержания необходимых для органов тела жизненных условий Тепловые и механические раздражения парной воздействуют на кожу непосредственно и самым интенсивным образом Они действуют как на собственную кожу, так и на модификационные способности отдельных функций организма Практически все функциональные аспекты кожи активизируются и тренируются под воздействием условий в бане Больше других разогревается в парной эпидермис и подкожно-жировая клетчатка Тело непосредственно действует на эпифитарные зародыши, которая позволяет проникать вглубь кожи Температура, которая может перенести большинство кожных грибков, составляет 37 градусов То есть кожа приобретает в парной значительно более высокие температуры Помимо этого, потовые железы выделяют большое количество секрета Имеет место отрабовидное шелушение эпидермиса За счет всех этих факторов парная содействует уменьшение числа микроорганизмов на коже Существует положительный косметический эффект регулярного посещения бани Так как повышается терморегуляция способность кожи Улучшаются реактивные процессы, включая все элементы Чувствительность рецепторного аппарата Изменение параметров кровотока Модификацию секреции потовых желез Тренировка переменными тепловыми воздействиями позволяет ускорить реакцию и увеличить объем теплой регуляции Видимо, в этом кроется объяснение профилактического действия бани в отношении простудных заболеваний Улучшенное кровообращение в субкапиллярных сплетениях сосудов имеет важное практическое значение для регуляционного распределения крови Как известно, выделение пота относится к тем функциям кожи, которые можно развивать и которые без соответствующей тренировки деградируют За счет систематической тренировки посещение парной удается, как правило, добиться адекватной работы потовых желез Совсем недавно были получены новые и очень важные данные о Проникновении через непровожденную поверхность кожи токсических и нейтральных веществ Которые хорошо растворяются в воде и в секрете потовых желез Было установлено, что наша кожа непроницаема только при полном отсутствии пота Или при непрекращающейся потаотделении Например, при выполнении физической работы, физических упражнений или в бане Однако, как только кожа охладится, она сразу начинает, как губка, впитывать в себя смачивающие ее жидкости разного химического состава Поступившее через кожу человека вещество проникает в тканевую жидкость, лимфу и кровь Например, за 2 минуты через всю поверхность кожи человека, нырнувшего после парилки в бассейн Внутрь организма может попасть 10 мл содержимого ванны Этот факт должен быть поучителен для тех людей, которые парную используют как активное средство для сгонки веса Например, спортсмены, как в процессе тренировочных занятий, так и перед соревнованиями По тем или иным видам спорта, где правило предусмотрен определенный вес тела Бокс, тяжелая атлетика и другие Эти тонкости должны знать и те, кто следит за своим весом Танцовщики, те, которые занимаются художественной гимнастикой И многие другие, кому лишний вес противопоказан по медицинским показаниям Очень часто после посещения парной люди идут отдохнуть в раздевальное отделение Забыв смыть с тела пот Кожа остывает И на третьей-пятой минуте начинает всасывать внутрь организм все, что на ней находится Поэтому сразу после парной нужно принять теплый душ и обтереться полотенцем Только после этого можно отдыхать или поплавать в бассейне Ополаскиваться под душем следует после каждого захода в парное отделение На основании новых сведений можно более эффективно использовать в парной ароматические настои и масла Если раньше считали, что распаренная кожа будет обогащаться лекарственным паром То сейчас мы знаем, что состав лекарственного воздуха в парной будет влиять лишь как ингаляция на носоглотку И чтобы эти лекарственные настои попали в организм Следует натираться ими после принятия душа Когда кожа начнет остывать Нередко женщины наносят на кожу лица, рук и шеи Кремы или специальные косметические маски Из меда, из трав И так далее А затем идут в парное отделение Кожа при этом потеет Выделяет жир И кремы стекают Запомните Косметические маски следует наносить после того Как с кожи будет удалено все Что на ней осталось после парной Только в тот период кожа Перестанет выделять пот Начнет остывать Маска окажет воздействие Полезно также Попарившись в бане И ополостувшись теплой водой Выйти на свежий воздух Или войти в прохладное помещение В воздух которого насыщен парами Пихтового и других экстратов Надо быть более внимательным и в быту Например Вы стираете белье Но вдруг зазвонил телефон И вы Не ополоснув от порошка Распаренные руки Идете и разговариваете Пусть всего 1-2 минуты Порошок неизбежно попадает в организм Так Теперь выделяем Отдельный список Противопоказаний Заболевания кожи При которых Противопоказано посещение бани Острые экземы Острые экземы Острая стадия псориаза Диффузия и прогрессирующая склеродермия Системными поражениями Все острые заболевания Или их обострения Наличие гнойной сыпи Туберкулез кожи Вирусные заболевания кожи Венерические заболевания Паразитарные заболевания кожи Опухоли кожи И предраковые состояния Вот при всех этих диагнозах Бани Противопоказана Далее Переходим К другому органу Который очень сильно Зависит от бани А что у нас Очень важное Это сердечно-сосудистая система Действие бани На сердечно-сосудистую систему Сердце Это основной насос Для перекачивания крови В организме Ни на секунду Не останавливаясь Оно перекачивает через себя 4 литра крови в минуту Более 3 тысяч тонн За год Частота сердечных сокращений В зависимости от Тренированности человека От 60 до 80 ударов В минуту Воздействие банной процедуры На сердечно-сосудистую систему Прежде всего проявляется В расширении и увеличении Количества Функционирующих капилляров Облегчении Продвижения крови По артериям Ускорение Венозного кровотока А также Учащается и усиливается Сердечное сокращение Увеличивается Систолический и минутный Объем крови Повышается скорость Кровотока Расширение сосудов кожи Ведет к изменению Кровяного давления Увеличению Систолического и уменьшения Диастолического давления Венозное давление Повышается Кровосновжение Внутренних органов Уменьшается Все эти Функциональные сдвиги В неодинаковой степени Выражены в условиях Парных И суховоздушных Бань В парной бане Происходят Более резкие Изменения Функций Сердечно-сосудистой Систолического Систолического И дистолического Давления Нарушение Объемных процессов В сердечной мышце В суховоздушных Банях Функциональные Сдвиги В сердечно-сосудистой Системы Менее Значительны Чистота Сердечных Сокращений Достигает 120 ударов В минуту Давление Крови Снижается Особенно Заметно У больных С гипертоническими Синдромами Функции Сердечной Морцы Повышаются В парной Резко Ускоряется Кровоток Расширяются Мельчайшие Капилляры Кровь Устремляется Из центра На периферию Освобождается От застоявшейся Крови Все укромные Уголки Организма Его большого И малого Круга Кровообращения Банная Терапия Служит Своего рода Гимнастикой Сосудов Во время Пребывания В парной Сердце С одной стороны Выдерживает Повышенную Нагрузку И Минутный Объем Увеличивается С другой С другой С другой Одновременно Играют роль Такие Разгрузочные Моменты Как Снижение Периферического Сопротивления Сосудов Однако Следует Учитывать Что Высокая Влажность Чаще всего Это встречается В сырых Восточных Банях Создает Дополнительную Нагрузку На сердечно-сосудистую Систему Потоотделение При высокой Влажности Затрудняется Процессы Терморегуляции Осуществляются С большим Трудом По данным Некоторых Ученых При посещении Парной Минутный Объем Нагрузки На сердце Возрастает Примерно На 150% Для сравнения Напомним Что при физической Работе Сердце Нагружается Еще сильнее При тяжелой Нагрузке На 400-600% Здесь Следует Сказать Что из всех Процессов Банной Процедуры Максимальную Нагрузку Дает Воздействие Холода Погружение В холодную Воду Снег И тому Подобному Поэтому Лица Имеющие Отклонения В системе Кровообращения Должны Посоветоваться С врачом Чтобы Определить Формы Промежуточных И заключительных Видов Охлаждения Которые Не должны Приводить К избыточной Нагрузке На организм Людям С заболеваниями Сердечно-сосудистой Системы Также Полезен Сухой Жар Находиться В парной Они должны В горизонтальном Положении Пользоваться Веником Умеренно В парной Часто Снижается Артериальное Давление Иногда Возникает Базомоторный Коллапс Который Быстро Проходит В горизонтальном Положении Он Не опасен Для здоровых Людей Но Не следует Допускать Его Появление У лиц С сердечно-сосудистыми Заболеваниями Банная Процедура Улучшает Функциональную Способность Центральной Нервной Системы Усиливает Ее Регуляцию Приятное Ощущение Согревания Тканей Ослабление Их Напряжение Уменьшение Болей Если они Ощущались В мышцах Суставах Баня Незаменимое Средство Для Снятия Нервного Напряжения Само Банное Действие С разными И сильными Раздражителями Отвлекает От неприятных Переживаний Дает Возможность Отключиться От навязчивых Мыслей От мелких Забот А физиологическое Воздействие Бани На нервную Систему Положительные Эмоции Дают После ее Посещения Возможность Легче Отнестись К различным Неприятностям Если Если Они Были Излишне Драматизированы Уставшим Мозгом Который День Паришься Тот День Не Старишься Поддай Порог Долезть На Полог В Бани Помыться Что Заново Родиться Помыл Грешное Тело Сделал Великое Дело Продолжение следует